Я Кайот Питерсон Прямо сейчас мы находимся в южных болотах Техаса И здесь обитают два разных вида змей Один ядовитый и один нет Если бы вы были в опасности, смогли бы их различить? Присаживайтесь поудобнее, мы покажем вам разницу Друзья, хочу поделиться с вами своими успехами на проекте Астерикс Инвест Кто еще не в курсе, это международная компания Которая привлекает инвестиции в самый надежный и успешный бизнес Строительство и криптовалюту Как вы помните, я открывал депозит на неделю И за эту неделю я заработал чуть больше 4000 рублей Я хочу продолжать здесь зарабатывать Поэтому я открыл депозит еще на одну неделю Чистый доход я буду потихоньку выводить на Kiwi кошелек Очень хорошо, что выплаты проводят довольно быстро И не занимают больше суток Также у меня уже есть группа рефералов Которые помогают мне зарабатывать Если хотите также зарабатывать на этом проекте То переходите по ссылочке в описании С солнечными лучами, пробивающимися сквозь деревья Я осторожно следовал по болоту Важен каждый шаг в такой местности, как Южный Техас И в то время, пока мои ботинки проваливались в воде Я полностью был сфокусирован на природе Я знал, что это лишь вопрос времени Прежде чем я найду рептилию, которую люди часто боятся Койот, что ищешь? Змей, и пока их нет Часто бывает, когда люди неожиданно наталкиваются на змей Я же сам хочу их найти И очень важно уметь идентифицировать их Бывает такое, что неядовитая змея похожа на ядовитую И, к сожалению, из-за этого их часто убивают Моя задача на сегодня — поймать одну неядовитую и одну ядовитую Чтобы показать основные различия между ними Нелегко искать в болотах, но я надеюсь, мы найдем змей Тут змея Да, да Смотрите Не кусайся, не кусайся Цапнула мой палец Хорошо то, что это не ядовитый вид Давайте выйдем на свет, чтобы посмотреть Это полосатый уш Полдела сделали Осторожно с GoPro Чуть не поймал Но она безопасна Теперь нам надо попробовать найти макосиновую Круто Блин, хорошо цапнула меня Но этот укус не опасен А вот укус макосиновой змеи был бы не таким радужным И мы бы уже ехали в больницу Посмотрите на нее Поднесу ближе к камере Хочет кусаться Красивая змея Хорошо, давайте продолжим искать макосиновую змею Никто бы не хотел случайно наступить на ядовитую змею А это, определенно, ее территория Там есть макосиновая змея Идем медленно Куда? К этому дереву Ух, какая большая Это действительно опасно Оставайтесь на месте Отойдите немного Обычно они передвигаются не очень быстро Попытаюсь зацепить ее и вытащить сюда Готовы? Да Будь осторожен Взял за хвост Хорошо, вот так Я не хочу получить укус от нее А то придется ехать в больницу Итак, положим ее сюда Гремит хвостом немного Это защитная реакция Должна остановиться для нас Иди ко мне Вот так Все, что нужно сделать Так это взять ее Чтобы показать на камеру Попробую подвинуть ее Мои нервы на пределе Я смотрел себе на воду И буквально краем глаза Заметил какое-то движение У дерева Они часто сворачиваются в клубок Пытаясь замаскироваться От любых потенциальных хищников И если вы попытаетесь съесть эту змею Вам лучше быть быстрым Поскольку если ее клыки схватят вас То у вас определенно будут проблемы Итак, это макосиновая змея Но они больше известны как гадюки И приготовьтесь Я заставлю открыть ее челюсть И вы увидите белую пасть Это защитная Оп, вот и хвост Видели? Подражая гремучей змее Она показывает, что она ядовитая И да, мы знаем, что ты ядовита Я даже вижу спрятанные клыки У меня Пот бьет ручьем сейчас Дайте перевести дух Окей, супер У нас есть два вида змей Которые обитают здесь Макосиновая змея и полосатый уш Одна ядовитая, другая нет Приготовьтесь, сейчас мы покажем, кто есть кто Зацените Полностью спокойно Учитывая, что пару минут назад она укусила меня И делала все возможное, чтобы убежать Это полосатый уш И посмотрите на это удивительное спокойствие Такими же были змеи на озере Эри и северные ужи Поначалу они делают все возможное, чтобы убежать Даже кусаются И мне повезло, что это не ядовитый вид Насколько большими они вырастают? Они становятся такими же, как северные ужи Да, становятся Я бы даже сказал, что это их средний размер Примерно 75 сантиметров Но они также, бывает, достигают длины чуть более метра Самки больше самцов И, глядя на Клоаку, я бы даже сказал, это самец Да, удивительный приятель, не так ли? Этих змей часто путают Люди видят их возле воды И автоматически думают, что это макосиновая змея Это очень распространенный вид на юго-востоке США И причина, по которой люди часто их путают Первое, это то, что они обитают возле воды И второе, это их окрас Я немного развернул ее И вы видите этот темно-коричневый окрас по всей длине И эти светлые полосы Прямо копия макосиновой змеи Но если развернуть змею и посмотреть на живот Посмотрите на эту медную шахматку Такого нет у макосиновой змеи И, возможно, вы никогда вживую такое не увидите Но это действительно очень круто Я, кстати, первый раз поймал этот вид змеи И она так спокойна сейчас Не могу поверить, что она так спокойна с нами Я ее держу несколько минут Оп, и уже испражнилось на меня Видите на моей руке? Ох, да, воняет Это еще одна защитная реакция Покакать на потенциального хищника, если он попытается съесть меня Но я не собираюсь съесть тебя, не переживай Мы просто можем быть друзьями Думаю, на этом этапе можно принести макосиновую змею Я попрошу Марио принести мне ее Это будет немного опасней Надеюсь, она будет спокойной Чтобы мы могли хорошо снять ее И показать отличительные черты этой змеи Вы готовы? Да Итак, сейчас мне принесут макосиновую змею Будьте начеку, поскольку это немного опасно Хорошо, иди сюда Я бы даже сказал не немного Сейчас, сейчас, сейчас Хорошо, попробуй ее остановить Вот так Койота, у лжа, которого ты держал, был антикоагулянт в слюне У этой яд, что он может сделать с тобой? Этот яд, все зависит от вашего организма Потенциально он может убить вас Есть не так много зарегистрированных случаев смерти от укуса макосиновой змеи Однако, яд невероятно токсичен Он разрушает красные кровяные тельца И вы можете лишиться пальца, можете лишиться руки Скажем так, если меня укусит эта змея Мы сразу же выключим камеры и поедем в больницу Поэтому все мы должны быть очень осторожными Но если мы будем сохранять спокойствие перед этой змеей То все будет в порядке Видите, змея не пытается убежать Она держит свое тело близко к земле Посмотрите, насколько широкая и здоровая змея Итак, эта змея, как полосатые ужи, является водяной Однако, они не ныряют под воду во время охоты Можно увидеть, как они передвигаются из одного кармана воды в другой Но они обычно охотятся на суше У этой змеи нету погремушки, как у гремучей змеи И они полагаются на свою маскировку, чтобы прятаться Часто люди, путешествуя, совершенно случайно наступают на этих змей И их часто кусают Но эта змея не заинтересована в том, чтобы навредить человеку Если вы будете держать расстояние, то все будет хорошо Итак, самая важная часть этого эпизода Это сравнение этой змеи с полосатым ужом Чтобы сделать это, я должен взять макосиновую змею Я использую свой крюк, чтобы осторожно прижать ее голову И затем взять ее А Марио принесет полосатого ужа Мы положим их друг с другом И покажем отличительные моменты Чтобы вы могли правильно определить этих змей Если вдруг увидите их в дикой природе Я осторожно возьму ее за голову Вот так Держу свои пальцы прямо за головой Самое опасное, что можно сделать с ядовитой змеей Да, никогда не повторяйте такого Взял ее за тело Вот так Можно заметить, мои руки трясутся сейчас И никогда не пытайтесь поймать ядовитых змей, как сделал это я Я это сделал только для того, чтобы положить их друг с другом Я аккуратно держу ее за голову прямо возле ядовитых желез И полностью контролирую ее тело Я не сильно буду двигаться, постараюсь сохранять спокойствие Марио, принеси, пожалуйста, полосатого ужа Вот и мы Нервничаешь? Немного У меня тут ядовитая змея в руках Она успокоилась немножко Можно видеть, как она высовывает свой язык Так что все хорошо Итак, макасиновая змея относится к виду гадюк И у нее есть две массивные ядовитые железы А также они имеют голову в форме треугольника И если посмотреть на полосатого ужа, то голова у них очень узкая Однако, когда эти ужи находятся под угрозой, они надувают голову, образуя треугольник И из-за этого их тоже часто путают с макасиновыми змеями И это хорошо, когда это отпугивает хищника Но плохо, если этот хищник человек, поскольку их часто затем убивают Нервничаю немного Давайте посмотрим на глаза этих змей Я немного развернусь Я подвинусь, стойте Хорошо Можно заметить, что макасиновые змеи имеют вертикальные зрачки Когда у полосатых ужей они круглые Не думаю, что кто-то рассматривает их, когда сталкивается с ними Но если вдруг вы столкнетесь и увидите вертикальные зрачки Знайте, это макасиновая змея, и она ядовита Последнее отличие на лице этих змей Это то, что макасиновая змея относится к виду гадюк Спереди можно видеть ноздрю И прямо за ней есть еще дырочка между глазом и ноздрёй Это чувствительная к типу ямка, которая позволяет этим змеям определять не только их жертв, но и потенциальных хищников Если же смотреть на полосатого ужа, можно заметить, что у них нет таких ямок, только глаза и ноздри Если смотреть сверху, можно заметить, насколько они похожи по окраске Полосатый уж имеет более отчетливые полосы, но на первый взгляд они очень похожи Но можно также отметить, что макасиновая змея значительно толще сравнительно с полосатым ужом Посмотрите на эту разницу Но чешуя очень похожа Да, есть такое Оба вида имеют довольно жесткую келевидную чешую, которая позволяет им быстро передвигаться по этой непростой местности Можете показать живот, знаю, должен отличаться Вау, посмотрите Думаю, вряд ли вы еще когда-то сможете увидеть животы этих двух змей рядом Но нельзя не отметить эту красивую шахматку у полосатого ужа, а у макасиновой змеи просто кремовый цвет Но от этого она не менее уникальна Пахнет чем-то, Койоти Да, я тоже чувствую Обе эти змеи сейчас испражняются, а это последняя защитная реакция, когда койоти Кто-то пытается их съесть Испражнения выходят с задней части И если вы хищники, и вам попадет это в рот, то на вкус это ужасно Как вы уже знаете, у этих змей много защитных реакций против потенциальных хищников И для всех, кто смотрит, мы хотим, чтобы вы знали, что этих змей очень сложно отличить друг от друга Если вы увидите змею в дикой природе, относитесь к ней как к ядовитой Если это будет макасин, и он вас укусит, у вас будет много проблем Поэтому будьте осторожны Я Койот Питерсон, будьте смелыми Оставайтесь дикими До встречи на следующих приключениях Готов их отпустить? Возвращаем в дикую природу Работа со змеями — один из самых опасных аспектов нашей передачи И причина, по которой я делаю это, заключается в том, чтобы мы могли узнать что-то новое об этих удивительных животных И научились проявлять еще больше уважения даже к тем, кого мы боимся Если вам понравился данный эпизод, то не забудьте подписаться на канал Хьюма Раша И включить колокольчик, чтобы не пропускать новых эпизодов с Койотом Питерсеном Субтитры создавал DimaTorzok